Зуд, покраснение, шелушение на коже у вашего ребенка, экзема. Куда бежать? Что делать, чтобы ребенок перестал страдать от боли? Но решение есть. Смотрите видео до конца, чтобы знать, как помочь вашему ребенку быстро и эффективно. Почему у вашего ребенка экзема? Есть два характерных возраста для детской экземы. Это от 4 до 10 лет и в возрасте полового созревания. И неважно, в каком возрасте появляется экзема. Она, скорее всего, будет сопровождаться зудом, покраснением и шелушением кожи. Почти в каждом исследуемом случае анализы крови показывают рост некоторых иммунных клеток. И это говорит, что заболевание именно аутоиммунного характера. К тому же, слишком часто именно анализ на аллергены показывает, что эта экзема у ребенка, скорее всего, аллергическая. Еще анализы показывают, что противомикробные белки при экземе начинают как-то ляленько работать. И это приводит к тому, что организм ребенка значительно хуже борется с недоброжелательными бактериями и вирусными инфекциями. И, конечно же, это все списывают на генетику. Раз ответ, почему же все это происходит, трудно найти. Понимаете, если у одного из родителей была или есть экзема, тогда риск, что и у ребенка она будет, возрастает в три раза. Вне зависимости от того, папа или мама носитель болезни. Но если это близнецы и у одного из них экзема, то, скорее всего, и у второго она будет в 86% вероятности. Это связывают с теми генами, которые отвечают за стабильность кожного барьера. У каждого второго больного экземой нарушена работа белка под названием филогрин. Он связывает некоторые белки с кератином и создает прочный защитный роговой слой кожи. Филогрин как бы сплющивает клетки кожи и делает из них верхний слой кожи, затем распадается и высвобождает две кислоты. Первая защищает нас от ультрафиолетовых излучений, как меланин, а вторая помогает увлажнять кожу. Поэтому, когда с этим белком беда, беда будет и с самой кожей. К тому же, если филогрин работает неправильно, тогда будет риск развития астмы, обычной аллергии и аллергического ринита. Однако, так как человечество все еще не разбирается особо в генах, мы бы не стали ставить клеймо на экземе. Что она исключительно генетическая. Тем более, что совершенно четко известно науке, что гены умеют меняться. Поэтому, когда нарушена работа генов, которые отвечают за кожу и за работу иммунитета, это не приговор для вас и вашего ребенка. Для каждого человека, особенно для детей, верхний слой кожи очень и очень важен. Верхний слой кожи выступает своего рода химическим и физическим барьером, состоящим как бы из кирпичей и цемента. Вот его и называют роговым слоем. Именно роговой слой нарушен при экземе. Одним из главных факторов определения экземы по роговому слою кожи – это то, как с него испаряется вода. Из-за того, что вода испаряется с кожи слишком интенсивно, появляются трещины, через которые проникают разные раздражители, аллергены и недружественные микроскопические тела, которые порой усугубляют воспаление, которое изначально было вызвано самим иммунитетом. Именно поэтому такая частая реакция на аллергены у детей с экземой, да и у взрослых тоже. Это все говорит о том, что и микробная экзема, и детская экзема, и даже аллергическая экзема – все это следствие нарушения целостности кожи. Уже в 2010 году было выявлено, что от экземы страдает каждый третий ребенок на планете. Более того, в основном экзема поражает ребеночка в первые несколько месяцев жизни. И очень часто сигнализирует о том, что ребенок в более позднем возрасте, или даже когда уже вырастет, будет подвержен разным аллергиям или самой экземе. Это своего рода сигнализатор того, что новый человек общества в списке риска. Поэтому так как все начинается в настолько раннем возрасте, необходимо как можно тщательнее продумывать каждый шаг лечения. И перепроверять каждый этот шаг, несмотря на то, что у вас самые благие намерения, которые в принципе могут существовать. Экзему приписывают к заболеванию, которое зависит от многих и разных причин. В ее проявлении винят и гены, и окружающий мир ребенка. В принципе, когда у взрослого проступает экзема, все начинают умничать. И даже мы, говоря о том, что у вас дефицит первого, второго, пятого, десятого, говорим, что у вас нарушена работа какого-то из органов. Но это происходило постепенно. Вы что-то не то кушали, не так спали, не на те звезды молились. И вот у вас из-за этого всего появилась экзема как симптом явного или скрытого нарушения внутренних органов. Но а вот что делать-то с младенцами, которые пожить-то не успели, а уже экзема проявилась алыми красками? Исследования показывают, что есть различия между странами третьего мира и развитыми странами. Опросы с 56 стран показывают, что за последние 40 лет Количество детей, которые страдают экземой, возрос до 30%, а взрослых до 10%. В основном рост происходит в развивающихся странах, таких как Мексика, Чили, Южная Америка и у нас на Дальнем Востоке. Тем не менее, есть нечто, что объединяет всех детей, которые страдают от экземы. 60% всех случаев экземы возникает в первый год жизни ребенка. При этом 45% из них заболевают в периоде первых 2-6 месяцев жизни. Они не просто заболевают, а страдают от зуда и небольших шелушащихся шишечек, которые вначале обычно появляются на милых щечках, лобике и на коже головы. Обычно, если с этим не удается ничего сделать, экзема начинает прогрессировать на все тело. Если с суммирой все вышесказанное, в нашей копилочке нарушений будет уже две причины. Неправильная работа некоторых генов и белков, трещины на коже. Гены – это информация, которая говорит белку, как и что делать. Кроме того, что мы уже выяснили, можно добавить, что помимо всего прочего, часто нарушен ген, отвечающий за усваивание незаменимых жирных кислот. Вообще, вы замечали, когда говорят о коже, всегда речь идет о жирах. Мы, конечно, можем даже уточнить, речь идет о животных жирах. И это неспроста. Дело в том, что практически каждая клеточка нашего организма не обходится без животного жира. Грубо говоря, кожа клетки – это жир, в котором плавают кишочки и все содержимое клетки. То есть, если с этим слоем, который называется мембраной, что-то не так, то клетка тела будет себя чувствовать так же, как и человек, у которого экзема. То есть, плохо. А значит, и работать будет тоже плохо. И жить ей особо долго не захочется, так как она значительно сильнее будет мучиться, нежели вы. Мембрана клетки состоит из фосфолипидов, гликолипидов и холестерина. Вот нежданчик. Оказывается, холестерин не такой уж и вредный, раз из него делается мембрана каждой клетки. В среднем печень взрослого человека вырабатывает в сутки столько же холестерина, сколько его находится в 300 граммах сливочного масла. Тоже не ожидали? Холестерин вредный, только если он окислился. Окисляется он только с помощью глюкозы. То бишь, от сладенького и мучного. Ну, еще и от якобы полезной каши. Когда холестерин окисляется, он становится канцерогенным, ядовитым и липким. Вот вам и окисление, отравление и тромбоз с закупорками сосудов. Гликолипиды и фосфолипиды состоят из жирорастворимых витаминов и незаменимых жирных кислот животного происхождения. Проводили опыт давным-давно, если я не ошибаюсь, из яйцеклетки удалили самую главную вещь. Это ядро, где записана вся информация. Удалили, чтобы посмотреть, что же с ней произойдет. Результат всех шокировал, потому что она стала просто делиться. Значит, без мозга клетка может жить. Тогда получается, клетка не может жить именно без мембраны. И вот интересный вопрос. Если вся эта самая главная часть клетки, без которой она не может жить, тогда понятно, почему настолько важно кушать то, где содержится холестерин, жирорастворимые витамины и незаменимые жирные кислоты. А это все животные жиры. Допустим, ребеночку этого нельзя кушать. Но ведь в первые 9 месяцев они кушают то, что ест их мамочка. А затем грудное вскармливание. То есть получается, что из-за питания матери или неспособности усвоить ингредиенты для кожи у самого ребенка тоже появляется эта проблема. Еще в некоторые детские смеси добавляют растительные масла и достаточно много сахара. У человека по природе нет способности усваивать незаменимые жиры растительного происхождения. И поэтому они для нас как воспалитель. Тело их не принимает, и печени приходится от них избавляться. Это очередная нагрузка на печень, и вряд ли она скажет спасибо. Но как минимум она может сказать, что это ей не нравится с помощью экземы. Безусловно, для того, чтобы вылечить экзему как у ребенка, так и у взрослого, нужно применять комплексный подход. Но это занимает время, силы и требует дисциплины. Понимаю, что проблему хочется решить здесь и сейчас. То же делать. Как быстро снять все проявления экземы на коже и забыть о неприятном ощущении зуда, шелушениях, корочках и дискомфорте? Есть средство, которое избавляет от зуда, уменьшает покраснение, воспаление и шелушение. И самое главное, помогает избавиться от экземы полностью. Видимо, эффект вы обнаружите уже на пятый день применения, а через 1-3 месяца вовсе избавитесь от проявлений экземы полностью. Кожа будет здорова, без следа от того, что вы видите сейчас. В составе средства нет гормональных компонентов, оно полностью состоит из натуральных ингредиентов, в особом соотношении и при этом гипоаллергенно. Средство называется Экзопримул. Заказать вы его можете по ссылке к этому видео. Также на сайте есть калькулятор, который позволит рассчитать, сколько времени понадобится вам для полного решения проблем на коже в каждом индивидуальном случае. Переходите по ссылке в описании к этому видео. Что касается сахара в некоторых детских смесях, о вреде сахара даже спорить не стоит, вы это знаете и без меня. Но ни одна глюкоза вредная. Фруктоза по факту еще хуже. Во-первых, фруктоза переваривается только в печени, что очень нагружает ее. При переработке фруктозы вырабатывается вещество, которое отключает чувство насыщения. При распаде фруктозы вырабатываются вещества, которые также пагубны для печени, как самогон или водка. Когда фруктоза перерабатывается до удобоваримого состояния, она становится глюкозой. И получается, вся эта глюкоза все равно идет в кровь. И вот тут стоит сделать одно очень интересное наблюдение. Мы ведь так тщательно рассказывали вам про гены, почему же мы их оставили в покое. Как говорится, сейчас вы уже готовы. Есть такое вещество, как бы так сказать, одна из многосотенных задач которого, как раз регуляция работы генов, регуляция работы иммунитета. И если это вещество не попадает в организм ребенка, или, например, лялька не может его усвоить, у ляльки начинается аутоиммунная реакция, в данном случае экземы. Говорю я о витамине D. И перед тем, как вы уже поворачиваете ключ в двери, чтобы купить в аптеке витамин D, с ним не все так просто. Витамин D хоть и витамин, но у него есть много форм. Когда он поступает в тело человека, организм делает ряд сложных манипуляций для того, чтобы смочь применить витамин D. В других наших роликах мы рассказываем, как именно он это делает. И вот ваша задача состоит в том, чтобы наладить процесс обработки витамина D у ребенка. Предоставить этому чудесному созданию достаточно источников витамина D, жирорастворимых витаминов и незаменимых жирных кислот. И не важно, в животике ли он у вас, кормите ли вы ребенка молоком, или он уже самостоятельно учится лопать вилкой и ложкой. Ваша задача, как родителя, постараться найти хорошего специалиста, который поможет скорректировать каждый ваш шаг, пока вы лечите ребенка. Всегда все стоит проверять, потому что организм еще растет и развивается. Для того, чтобы снять проявление экземы на коже как можно скорее, приобретайте крем Экзоприму по ссылке в описании к этому видео и смотрите другие наши ролики.